друзья приветствую запишу видео на тему как ускорить netbook часто тема это всплывает в интернете но на самом деле информации толковой не так уж и много и мне поразило что даже опытные вроде как ютуберы там попалось два ролика они в общем называют что у них якобы netbook с процессором intel atom частотой 16 гигагерца у другого был не атом а этот м.д. там короче 1400 мегагерц двухъядерный якобы до такого двухъядерный процессор у них не тянет youtube вообще там даже вроде как разрешение 240p он вообще не тянет явная ложь не может такого быть процессор частотой у меня был ноутбук предыдущий intel atom частот процессор частота 1600 одноядерный но там два потока был он тянул youtube 480p свободно все ролики 720p некоторые ролики где нет быстрых сцен такое ну такие более какие-то плавные таки он их можно было смотреть но так чуть-чуть может быть изредка подтормаживал изредка только все равно можно было в целом смотреть какие-то динамичные да уже смотреть не получалось на пробовал и через вай-фай и через сетевой lan который меньше грузит процессор то же самое было то есть там плюс минус одно и то же это процессор 1600 мегагерц двухъядерный вот у меня сейчас нетбук тоже другой уже процессора md модель не помню короче два ядра и частота 1700 у каждого свободно 720p тянет поэтому нагрузка процессора где-то там 70 максимум 80 процентов там зависит от видео какое то есть быстро динамики динамически насколько кадры меняются там все часто до кадров тоже влияет чем выше естественно будет больше тормозить в общем как вам вообще проверить просто есть такая фишка 1 сам с ней столкнулся почему может нетбук ваш тормозить вроде бы процессор не celeron там просто самые первые нетбуки у них процессор был celeron 600 я помню меня был такой на book asus и писет самый первый который появился на book с него как бы пошла и все линейки там 7 дюймов у него экран 4 гигабайта встроенный жесткий диск типа как первые с но не из подобия ssd там что еще оперативки у него был 512 по-моему на так вот это там процессор celeron 600 его можно было разогнать до 900 ну то есть он как бы это у него стандартная частота просто она не всегда автоматом переключалась короче я ставил на нем у меня counter-strike шел 16 и видео в принципе я смотрел и youtube тогда еще не было это был 2008 год как раз ток-ток youtube начал появляться то есть онлайн видео особо там не смотри вконтакте тоже я особо так не сидел не помню наверное запускал тогда вконтакте тоже все видео сам 240p были там 240p тушу нами потянул бы уж это уж совсем такое качество дан 240 300 360 может быть и не потянул хотя в общем в принципе для того времени тоже по нормально это кажется это самый первый самый слабый процессор у большинства ноутбуков процессор уже атом идет тысячи 16 гигагерс самый популярный просто сколько смотрел поэтому как бы youtube 480p у вас точно должен идти самый крайний вариант 360 уж но это же совсем я не знаю как как он там супер action смотреть может быть не знаю что-то в наставе если у вас даже 360p не идет тогда вот этот данный вариант есть как бы некоторые программы они загаживают систему в частности я нашел что драйвер пак вот многие ставят чтобы в ручную драйвера все не устанавливать да то есть после установки переустановки системы они запускают этот драйвер пак и он там всякого мусора наставит и после этого начинает очень сильно тормозить причем она как бы не видно что тормозит просто медленнее работает чем должен быть процессор и память как это вообще вот можно будет посмотреть во первых в первую очередь посмотрите от программка есть аиды 64 портативную версию скачайте там вообще конечно платная но можно найти взломанную версию там трекер где-нибудь найдете в интернете несложно по моему даже можно фривая версию там месяц что ли она бесплатная потом только надо будет активировать короче найдете эту аиду 64 последнюю версию здесь вот вкладка компьютер датчики смотрите температуру процессора во время просмотра youtube если она не превышает 775 градусов то это нормально если там будет 80 градусов и выше знать что у вас термопаста засохла надо менять из этого тоже может youtube тормозить процессор перегревается то есть первым делом смотрите вот здесь вот показали датчиков температур можно другим программам посмотреть просто здесь удобнее потому что в одной программе все можете посмотреть сразу то есть обязательно следите за температуру процессора в нагрузке хотя если термопаста засохнет у вас скорее всего даже без нагрузки будет очень высокая температура там в районе может быть 70 то есть вообще даже без нагрузки уже будет 70 и 75 может даже выше градусов вот далее значит здесь вот такая вкладка есть тест и здесь вот несколько вкладок капу queen чтение из памяти запись в память капу queen у процессора атом он где-то набирает в районе три с половиной тысяч очков а там 1600 мегагерц который по моему здесь он даже в списке может быть есть вот да вот он но там другая немножко модель но схожи 1600 мегагерц а там вот он 33 800 нового р3 500 там плюс-минус набирает очков если у вас такой же процессор приблизительно но значительно меньше может набирать там тысяч полторы тысячи или только две значит у вас какой-то процесс грузит систему либо драйвер его кривой какой-то с драйвер пока поставили у вас из-за этого тормозит в два раза причем то же самое чтение вот из памяти на атоме intel atom процессор 1600 мегагерц который у него он поддерживает памяти ddr2 ну там зависимости от этой скорости этой памяти но в среднем должно быть где-то в районе 3000 мегабайт в секунду это где-то для дидерки 2 нормальное значение обычно 3000 и выше идет потому что от двух тысяч до трех это было дидерка первое в принципе ну там бывает конечно меньше из-за от полутора тысяч если уж совсем ноутбук какой-нибудь очень древний там тоже на дидер первый то там может быть и полторы тысячи но это уж совсем мало обычно где-то от двух выше и до трех а дидерка первое потом дидерка 2 идет где-то 22500 там где-то 3500 даже может быть 4 и даже может быть еще чуть выше и дидерка 3 она уже где-то с 4 5000 начинается и выше то есть поэтому смотрите тоже скорость память какая у вас будет тоже нажимаете старт вам покажет все вас будет очень мало там полторы тысячи может быть даже миша опять же у вас какие-то проблемы с драйвера он вас не разгоняет на максимум из-за этого у вас youtube и тормозит и запись память ну здесь можно принципе не смотреть от близких к этому показаниям то в самом-то как проверить стоковый по-быстрому как бы значение то есть может ли у вас система быть загажен скачиваете загрузочный образ live windows live называется то есть формат iso файл формат iso он как бы его можно либо на болванку дивидишную записать чистую или рвшку либо можно загрузочную флешку сделать можно карту памяти это сделать в принципе легко вот программа есть ультра iso тоже можно портативную версию скачать по-моему она бесплатная тоже программа открываете файл открыть этот скачанный образ и здесь сама загрузка и вот дальше точно не помню то ли записать образ жесткого диска то ли записать образ дискеты и он дальше выбираете эту флешку свою и он туда записывать все больше делать ничего не надо у вас получается загрузочная флешка там просто есть способ сложный там что-то форматирует нажми туда-сюда там полчаса отвозит чтобы загрузочную флешку здесь вот два раза нажал две кнопки все у вас уже она автомата делать с него все стирается но зато с него можно загружать загружайте с этой флешки у вас загружается windows 10 там 32-битный или 64-битный там будет встроена это аиды 64 в программах найдете если там ее не будет тогда опять же эту портативную версию аиды 64 скиньте там на диск d или там на какой-то или прям на эту же флешку и просто так же запустите и проведите вот эти два теста кпу и чтение с память у вас будут точно максимальные значения то есть без загаженными без загаженности какими-то посторонними программами какими-то кривыми драйверами у вас будут вот эти ваши эталонные максимальные значения вы их запишите а потом загрузить из-под своего windows и сравнить просто но опять же повторюсь но не может если процессор если бы у вас был какой-то процессор на один гигагерц это уж ну бывает такие старые ну там 1200 1300 один гей одноядерный и с такой частотой тогда да youtube у вас наверно только 360p на потолок будет идти 480 может быть некоторые ролики опять же сцены там не динамические такие более статичные ролики да но если у вас 1600 мегагерц или 1800 даже мегагерст и тем более там всякие современные более современная архитектура тем более если он у вас двухъядерный если двухъядерный пример и каждое ядро по одному гигагерц эту сумму же пашет получается 2 гигагерца если еще лучше еще ну и будет у вас youtube тянуть не должен он как бы ну а как почему он не должен идти вчера шел а завтра вдруг перестал идти стану что качество резко улучшился youtube а там нет те же ролики ну да там есть немножечко сам браузер может еще тормозить там яндекс браузер там много всяких этих дополнений встроены они тоже грузят саму эту систему там всякие обрезаторы рекламы там такие поставьте простой браузер оперу или mozilla она не грузит или можно браузер chrome но там тоже подключать надо эти дополнение но поменьше грузить чем яндекс оперу или mozilla там ничего практически нет такого шоу грузить через него youtube у вас точно должен быть то есть если я какие-то проблемы будут смотрите не в сторону что у нас древний ноутбук стара в сторону того что у вас система уже загажен там нужно или кривые драйвера стоят с какого-то драйвер пока автоматического якобы он там он наставил чет либо какой-то программа какая-то фоне висит она вам грузит постоянно что-то но там то есть проблемы не в железе а в софте скорее так что как бы обратить внимание а если уж процессор совсем старый ну там 1 гигагерц ничего не сделаешь 720p нет там есть модуль в пися и в мини пися экспресс вставляется за место вай-фай сетевой карты с ним тоже нужно пошаманить возможно даже сможет будет он работать то есть он даст вам ускорение на youtube на одну ступеньку качество точно будет там прессе только 360 был вас 480 или если бы был 480 720 мы продали модуль это стоит тоже там не помню сколько он стоит наверно в районе тысячи рублей точно потому что дороже плюс надо будет вай-фай вынимать и покупать юсбишный вай-фай чтобы юсб порт опять будет за ну в принципе в целом решение как бы если уж совсем труба ноутбук не хочется выкидывать в принципе то есть как бы к чему это видео просто вот такой вот рекомендации мне не попадался в интернете тоже как бы посмотрел просто но интересно люди у многих же ноутбуки а как бы со временем начинает вот это вот все как бы ну как бы все привыкли что андроид да начнет обрезаться там android был 2 и 3 версии вот прям планшет у многих есть они вообще сейчас как мусор лежат на них никакие приложения просто google more play market не работает на них если что-то с интернет скачиваешь так вручную он его не видит то есть на этих планшетах вообще сегодня ничего не работают youtube уже смотреть нельзя стало два что ли года назад отключить там какая-то последняя версия у меня стоял кое-как еще шла сейчас все уже вообще бразер тоже не тянут youtube он пишу ваш браузер не поддержка ручь все это мусор ничего с него нельзя этот контакт тоже перестал поддержать я там сообщение можно пересылать но что посмотреть музыку послушать все это уже как бы android обрубили 2 3 сейчас 4 android точно также начинает обрубать ватсап уже нельзя устанавливать там еще какие-то некоторые программы перестали поддержка ручь скоро 4 android то же самое будет и многие там тоже решили что ну да у меня над буквам вроде как я слабенький уже не тянет если но но на но на буки 1 гигабайт оперативки тогда да уже ничего не сделаешь потому что сайты живут оперативку сейчас уже как бы ну ничего с этим не сделаешь если я оперативки еще 2 гигабайта то в принципе одну две вкладки одну вкладку youtube или там две три обычный в принципе можно открывать ну конечно работает нет кому-то может и хватит мне конечно такого вообще не хватит так не стал весь день так работать точно не получит так только по-быстрому посмотреть ну просто все равно кабан компьютер он чем отличается все-таки на него можно апгрейды какие-то делать больше возможности чем какой-то там android который уже прошит и с ним ничего не сделать за место android 23 я 4 не смогу поставить уже сколько информации на тему смотрел ничего ты не нашел но простых решений конечно сложный там с каким-то ковыряться в программах прошивках там будешь месяц ковыряться ради чего чтобы потом у тебя ты прошился у тебя опять начали какие-то ошибки постоянно вылезать потому что они точно могут это все-таки сложная такая вещь короче то есть все-таки компьютер это больше такая более гибкая штука здесь просто мощность процессора ты ее смотришь всегда надо измерять скорость память вот и вся твоя мощность процессор скорость памяти и мощность видеокарты если тебе нужно в игры или хотя бы помощь при просмотре видео тоже видеокарты современной они немножко разгружают процессор тоже могут дать где-то но в среднем сколько там может быть 400 500 мегагерц еще видеокарты можно то есть допустим вот у меня сейчас стоит на буква 17 процессор по 17 гигагерц процессор каждое ядро и плюс еще видеокарта встроенная она тоже напрягается когда youtube смотришь еще дают может быть там мегагерц 500 сумме получается уже сколько там три с половиной больше даже там почти 4 гигагерц 4 гигагерц youtube 720 тян и ну и меньше разрешение понятно так что просто надо смотреть скорость не по названию там или что вот netbook это все если на букву все это говно да если там под подать и производства смотри если вот он в 2007 году выпущен все это точно плохой а вот если в 2011 или 2012 это хороший нефа может и наоборот бы до сих пор он всякие ноутбуки производит там какого-то ирбис но я не опять не скажу что идут все плохие просто у ирбис есть какая-то модель прямо ее в интернете как только не поливая нам всех ломается там то эту не отломится то там ну короче сбор очень плохая качество плохое там тормозит ничего добавить нельзя а это ноутбук современника там вроде как процессор должен быть мощнее чем работает хуже получается даже чем какие-то там старый там мохнатых годов ноутбуки или ноутбуки ну то есть как бы надо все-таки смотреть больше на мощность процессор скорость память и ну там вот такого плана мощность железа в первую очередь они просто там какие-то это мифологические просто ну опять же поражаясь вот тоже на еще одно видео человек нетбук samsung тоже проц вот этот атом 1600 мегагерц точно одноядерный двухпоточный как минимум а может быть даже что-то было больше и он говорит что у меня youtube даже 360 якобы но как у тебя может трещать не здесь у меня 480 нормально тень я ничего не делал никаких там специальных браузеров каких там волшебных не ставил ничего не корректировал не отключат ну конечно отключил там все лишнее чтобы там антивирус у меня не стоит там система была xp браузер там какой-то шел то ли опера то ли mozilla там потому что там некоторые браузер уже вообще не поддерживают windows там ну лишнее естественно дополнение все подключал всякие там никаких там turbo страниц никаких там блокировщиков рекламы ну то есть все что грузит процессор все естественно этот включил потому что она в принципе даже на мощном компьютере заметно что она подтормаживает как бы не каждый будет это включать все нормально работа то есть если у вас это не работает но наверное но нетбук прямо сразу винить может быть как бы сначала на свои руки посмотреть они у вас из правильного ли места растут то есть начни себя потом уже когда ты у точно уверен что ты примут но все в этом разобрался скорости умеешь замерять и программу тебя все идеально точно работают но тогда уже дальше можно что-то в интернет выплескивать какие-то фекалии на ноутбук опять же надо посмотреть прежде всего остальные то что под на эту тему говорят все ездить тоже обзорщики какие-то там ресурс крупный как разбирается так ну в общем думаю все на видео длины но кому-то помогло и так еще раз кратко повторюсь обязательно аиду тесты чтение из памяти к паук вин ориентируйте здесь вот название все есть можно легко все стране это цифра очень точный подобран на самом деле так то есть это хороший тест прямо наглядно показывает все эти архитектуры с чем можно сравнить если у вас нетбук допустим 2000 допустим 10 2012 года вам не обязательно сам последнюю версию ставить аиды 64 можете поставить там какой-нибудь 2016 года то есть чтобы версия программа была новее чем ваш нетбук самое главное ну и желательно все-таки лучше более свежую последний верст просто самых последних версиях все меньше слабых процессоров здесь отображается в предыдущих версиях больше отображается слабых процессор то есть они как быстро старые процессоры стирают и заменяют их более свежим всякие вот эти райзены там новый кора и 9 кора и 7 поэтому чтобы вам проще было вам все-таки может быть поискать версию более старенькую но старой версии там тоже есть нюансы там глюков как побольше она они хуже работают в новых версиях они лучше работать у них датчики лучше работают вот здесь лучше они определяют точнее они могут даже разную температуру показать разные версии аиды более старые более новые будет вам разную температуру показывать она будет по-другому как ты там все просчитывать с других датчиков брать на короче вот такое тоже не был так что еще это сказать еще есть такая опция да может а я почему вам не могу на нетбуке показать потому что того слабого нетбука у меня нет и захват экрана с него снимать был бы он бы не потянул он же слабенький все с камеры снимать плохо было бы наверно видно в общем в биусе но нетбуков если опция у вас такая есть cc1 и такая как бы опция лучше ее отключить это что такое это энергосбережение каба процессор чаще и глубже засыпает отключается чтобы энергию экономить батарейки это очень сильно тормозить систему прям заметно на глаз это даже у настольных процессор все это есть тоже это лучше отключать это прямо заметно на глаз будет как он постоянно отключается включать но особенно если вы что часто переключаетесь но короче прямо тащите мы как будто какой-то лак постоянный какой-то pink большой как будто латент искать нажимаешь приходится ждать пока он проснется реально заметно причем повторюсь даже на современных там на феномах вот у меня был тоже это опция прям сильно заметно и отключил и вот сейчас fx тоже отключаю потому что на от нее смыслом нет она не особо сильно экономит энергию при питании от сети ну может быть 5-10 ватт максимум скажем зато тормозит она очень сильно прям реально видно нетбук если вы не от батарейки работать вам вообще зачем это энергии все сбережения вам нужно чтобы процессор на максимум молотил всегда поэтому вот это c1 и отключаете если у вас есть c6 и в принципе можно оставить это тоже как засыпание но не его незаметно что он тормозит он как бы более того поверхностно что ну короче не такой глубокий сон и в самой системе если у вас опции есть выбирайте не ставьте максимальной экономии энергии оставьте высокая производительность там есть опция панель управления энерго windows 7 панель управления энергопотребления там ставьте что максимально производительность волос чтобы у нас не засыпал процессор чтобы если у нас очень слабенький 1600 мегагерц смысл ему засыпать там ну будет температура на 3-4 градуса ниже но он будет вот это за счет этого засыпания опять же больше тормозов а вам там каждые вот эти вот нюансы они важны потому что процесс расслабить так что еще это сказать так как настроить так 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 еще по поводу винчестер может вычесть и оттормозить тоже систему постоянно как бы засыпает паркуется это есть видео на моем канале по моему называется если стучит жесткий диск он так называется там есть программа специально все настройки посмотрите это видео тоже можно настроить чтобы это тоже влиять на производительность потому что жесткий диск постоянно засыпает и просыпается на это тратится время тоже это будет тормозить систему но это как бы на youtube не повлияет а вот нам простую работу и так и да вот по самой windows какую ставить по мощности процессора в принципе семерка но ей наверное нужен процессор желательно 2 гигагерца минимум это принципе ну хотя может и она будет работать и на 1600 нормально как нормально относительно ей она оперативки больше съедает то есть там больше одновременных служб работает они опять же грузит процессор но они не сказать чтобы они прям там будут его в пять раз сильнее грузить то есть все равно они как бы ну там может быть ну в два раза в три максимума будут вот например windows 7 он загружает процессор допустим в два в три раза фон фон фоновая загрузка в два в три раза сильнее чем windows xp единственная проблема тут в оперативке то есть оперативку если xp там сколько он 300 мегабайт да где-то съедает ну где-то так там если ничего не лишнего не наставлен 300 мегабайт допустим одна система есть но это если в интернете нормально как бы работайте там как все стоит чтобы можно было интернета открыть там какие-то такие вещи кодеки видео чтобы включить что там счета ну такого плана где-то 300 мегабайт то windows 7 наверное где-то уже сколько ну наверно гигабайт а то можно даже чуть больше ей нужно только то есть только одна система столько съедать там даже может выше гигабайт соответственно если у вас память всего один гигабайт никакой семерки тут никакие там light версии есть какие-то урезанный но это всем бесполезно это ничего больше открыть не получится нормально с нормальной скоростью для семерки минимум 2 гигабайта нужно оперативки если меньше но это уже это только xp ставить да там что-то не потянет не не все программы сможете поставить современный браузер не сможете поставить некоторые но зато оперативки будет больше windows 10 еще больше там и уже надо но она сама есть точно 2 гигабайта оперативки а то еще выше тоже зависимость там от версии то есть ей на для нее скорее всего минимума самый минимум 3 гигабайта но даже 3-4 гигабайта оперативки для нее нужно это минимально чтобы хотя бы что-то там можно было интернет открыть еще что нет может быть тут конечно умудряется там вставить и на 2 гигабайт но тормозить там точно все будет очень сильно из-за нехватки оперативки почему тормозит не потому что процессор не тянет а потому что оперативка есть обычная есть файл подкачки когда оперативки не хватает обычный начинает жесткий диск как оперативка работе как бы создается на файл и он пытается как бы не вот это выгружать и перезагружать но он очень медленно работы и вот вам приходится каждый раз вот это ждать пока вот тут жесткий диск там скопирует вы как бы выгрузит то есть вот в самом вот это все человеку ждет они потому что там процессор не тянет то есть это еще есть обратный момент если процессор очень слабый но хотя это редко бывает это вряд ли такое будет просто обычно как бы смотрят мощность процессора и под него делают ограничения сколько он может поддерживать оперативки ну там чипсеты и процессор сам если например вот если у вас процесса 32-битный то есть это уже ограничение 3 гигабайт оперативки там 4 максим поэтому там как бы он мощь он не будет у вас там 5 гигагерц или 6 почему потому что смысл ну как бы как объяснить то чем больше оперативки стоять системе тем мощно нужно процессорную мощность чтобы ее всю успевать обрабатывать как бы копировать и выгружать или же тоже всю скорость если очень слабый процессор если поставишь слишком много противки он не будет ее успевать точно самое будет все тормозить если наоборот слишком мощный процессор но оперативки мало то в принципе как бы работать и все процессор будет успевать загружаться на сто процентов но просто вы не сможете одновременно много счета открыть ну то есть как бы вообще вот кто процессор разрабатывать они как бы закладывают смотрит приблизительную мощность процессора и приблизительно рассчитывают сколько типичные пользователь данного процессора будет использовать оперативки столько и процессор поддерживать поэтому ну как бы ты все про и ладно короче не будем голословствовать в общем смысл какой хотел сказать что операционка как бы мы просто многие стараются под старые процессор поставить больше оперативки а там уже не поддерживается то чипсет не поддерживать то еще что даже если вы поставите больше оперативки у вас а нам скорее всего не успевал не будет успевать полностью сгружаться или процесса будет при этом очень сильно как бы проседать у меня был финном три гигагерца четырех ядерный продам него это был атлон разблокированный фенома у него кэш третьего уровня по моему не разблокировался так короче не было его или третьего уровня ну то есть как бы может конечно четырех ядерный был атлон но он определялся как феном и оперативки я поставил 16 гигабайт дидер 3 1600 г герц так вот она не сгружалась на максим процессор уже начинал я короче открывал там и браузер в кучу не постоянно как бы работаю куча много браузеров открыты виртуальная машина там еще что-то то есть много окон и во всем я работает не просто так я открою себя я переключаюсь здесь там что-то сделаю здесь отсюда копирую сюда вот постоянно так вот активно работа на двух монитор так вот оперативка не забивалась максимум я не знаю почему короче не видим процессора не успевает ее как бы тяну что я чертова ну короче она у меня ни разу я не виджет стоит на рабочем столе сейчас покажу может быть вот такой вот виджет по названию можете найти как он там называется кпу метр вот он отображает его можно строить отображает сколько из всего сколько свободной оперативки сколько сейчас использовал ну вот у меня вот здесь вот выше 10 не поднималась на при 16 гигабайт на вот этом феномен вот когда fx поставил 6 ядерный и у него частота 39 в этом в бусте здесь уже я видел и 12 и 13 гигабайт был то есть достигалась такие результат то есть от процессора зависит сколько реально может прокачивать оперативку если просто слабые сколько мы оперативки не пихая вот ничего не будет из-за того хорош